как работает задний амортизатор интересно смотрим дальше всем привет меня зовут Виталий и в этом видео я расскажу принцип работы задних амортизаторов и вы знаете что основные нагрузки при движении авто в подвеске воспринимает на себя пружинный элемент и сама рессора или винтовая пружина за счет возможностей и изгибаться или сжимать если элемент принимает вертикальное движение самого колеса которое получает от дорожного покрытия предотвращая полную передачу его движения на кузов или раму автомобиля однако в работе этих элементов имеет один серьезный недостаток при работе на изгиб или сжатия у них образуется инерционное колебательное движение которое как раз на кузов и передаются раскачивая сам автомобиль при этом эти колебательные движения приводят к тому что колесо теряет постоянный контакт с дорожным покрытием что сказывается на управление автомобилем и чтобы убрать эти колебательные движения в конструкцию подвески включены амортизаторы в них в их задачу входит снизить интенсивность этих пружинистых элементов за счет сжатия сопротивления поглощающего данные энергию и в принципе внешние все амортизаторы очень похожи и и представляют собой цилиндрическую продолговатую герметичный корпус из которого выходит шток перемещающийся внутрь самого цилиндра и вы все могли увидеть что в нижней части корпуса имеется крепежный элемент которым амортизатор крепится к оси колес хотя в некоторые автомобили используют стойки макс ферсон где амортизатор помещен в саму стойку а уже она прикреплена к ступице колеса в свою очередь шток верхней части тоже может иметь крепежный элемент которым он и присоединен к кузову или раме автомобиля и чаще всего встречаются амортизаторы двух типов а именно двухтрубные и однотрубные также конструкционных особенностях амортизаторы подразделяются на масляные и газовые также существует еще так называемые газомасляные но их скорее можно отнести к подвиду масляных амортизаторов и многие из вас мне также могут сказать что в газовых тоже присутствует масло которое является рабочей жидкостью самого амортизатора и здесь стоит отметить что двухтрубные амортизаторы производятся как масляные так и газомасляные и внутри такого корпуса установлен резервуар который является рабочим цилиндром между корпусом и этим цилиндром имея и есть небольшое расстояние и в этой конструкции в нижней части цилиндра установлен перепускной клапан который называют клапан прямого хода также в этот цилиндр помещен шток с поршнем в конце самом поршне проделаны отверстия которые являются клапаном обратного хода а вся внутренняя полость рабочего цилиндра заполнена маслом так какой же принцип работы при движении колеса вверх когда производится разгибание рессоры или сжатие пружины ток начинает чтоб начинает прижиматься вниз при этом поршень давит на масло и часть его уходит через клапан прямого хода в пространство между стенками и корпусом и рабочего цилиндра отчасти через часть обратного хода в пространство между стенками корпуса и рабочего цилиндра а часть через часть обратно клапан обратного хода переходит на поршневое пространство а уже поскольку пропускная способность клапана незначительная то в поршневом пространстве создается избыточное давление которое является противодействием инерции пружинных элементов в свою очередь при возврате рессоры или пружины в исходное положение происходит обратное действие поршень движется вверх часть масла переходит над поршневого пространства в в поршневое а часть возвращается из пространства между стенками за счет чего и гасится все колебательные движения самой пружинистых элементов в свою очередь в двухтрубных амортизаторах все внутричные полости не полностью заполнены маслом поскольку требуется определенное место для вытеснения масла при раб самой работе то есть часть пространства заполняет просто воздух и в этом и кроется основной недостаток этих амортизаторов так как масло при работе нагревается что приводит к снижению его вязкости а затем и вспениванию самого масла и эти эффекты связанные с тем что охлаждение двухтрубного амортизатора затруднено и приводит к ухудшению его работает скажем так конечно частично данная проблема устранена в газомасляных амортизаторах в них свободное пространство заполнено не воздухом а газом зачастую в них используется обыкновенный азот причем он находится под давлением и избыточное давление газа приводит к тому что масло не может в самок вспениться но нагрев масло и потери вязкости устранить также не удается если это видео было вам полезным поставьте лайк и подпишитесь на мой канал и до новых встреч всем пока не забудьте подписаться убедитесь что вы подписаны именно на мой канал проверьте вашу подписку еще раз